Простите еще раз то, что говорит Саград по поводу софистов. 313-д. С самого начала. Смотрите, были у нас замечательные кто? Кто мог помочь? Человеку покупающему? Врач или гимнаст? Учитель гимнастики, да. А в случае покупки знаний? Кто следующий во врач? Только врач. Почему исчезает? Учитель гимнастики. Чем занимается учитель гимнастики? Отличный ответ. А он душу не занимался? Не-не-не-не-не-не. Тело, душа. Тело, учитель гимнастики, врач. Душа, только врач. Какому телу нужен врач? Отлично. Следовательно, какому телу нужен учитель гимнастики? Здоровому. Следовательно, если у души есть только врач, то что Саград подразумевает? Что не бывает здоровых душ В смысле? С душой? Врач, ну не в смысле врач А в смысле врачеватель души Итак, все души больны Как нам с этим быть? Вот сейчас разберемся Это и есть та часть возвращения Сократ считает, что все души больны Подождите Он же это Гиппократу говорит Нам с вами посвянуть Гиппократу Как быть? Если мы принимаем точку зрения Сократа Что добродетель это знание Помните, которое он тут продвигает нам в протоколе И которое вообще мы можем найти Как точку зрения Сократа в принципе О том, что добродетели есть знание То как только мы открываем не эту книгу Не этот диалог А открываем последний в жизни Сократа диалог Мы узнаем от Сократа очень простые вещи Вы правы, последний это Фидон Практически последний Апологию, конечно Фидона мы еще откроем У вас же есть Фидон? Да Отлично Открываем Апологию 21С Это то, что мы уже читали отчасти Но нужно суммировать Но когда я присмотрелся к этому человеку Называть его по имени Нет никакой надобности Скажу только, что тот Наблюдая которого я составила такое впечатление Было одним из государственных людей Один Так вот Я когда побеседовала с ним Решила, что этот человек Только кажется мудрым И многим людям И особенно самому человеку Он на самом деле не мудр Потом я попробовала показать ему Что он только мнит себя мудрым И на самом деле этого нет Из того-то И сам он И многие из присутствующих Возненавидели меня Уходя оттуда Я рассуждал сам с собой Что этого-то человека Я мудрее Потому что мы с ним, пожалуй Оба ничего хорошего Идельного не знаем Но он не знает Воображать, будто что-то знает А я, если уж не знаю То и не воображаю На такую-то малость Думается мне Я буду мудрее Чем он Раз я более ничего не знаю То не воображаю, будто знаю Не воображаю, будто знаю Б 22Б После государственных людей Я ходила к поэтам И к трагическим И к реферамбическим И ко всем прочим Чтобы хоть тут Улечить себя в том Что я не держу тени Брал я Те из их творений Которые, как мне казалось Всего тщательнее Ими отработаны И спрашиваю у них Что именно Они хотели сказать Чтобы, кстати Научиться от них Кое-чему Сыдно мне опинить Сказать вам правду А сказать все-таки следует Одним словом Чуть ли не все Мы там присутствующие Лучше могли бы объяснить Творчество этих поэтов Чем они шаны Отлично, да Наконец я пошел к тем Кто занимается Ручным трудом Я осознавал Что сам Был просто говоря Ничего не умею Зато был уверен Что лишь среди них Я найду таких Кто знает много хорошего Тут я не ошибся В самом деле Они умели Делать то, чего Я не умел И в этом Они были мудрее меня Но Афини Мне показалось Что их промах Был в том же Чем у этих поэтов От того, что они были Хорошими мастерами Каждый из них Считал себя самым мудрым Так же и во всем прочем Даже в самых важных вопросах И это заблуждение Заслоняло с собой Ту мудрость Какая у них была Двадцать девять Б Мне самое ли позорное Невежество Воображать Будь ты знаешь Что, чего не знаешь Я опини Этим, пожалуй Отличаюсь От большинства людей И если я кому Кажусь мудрее других Гражу только тем Что недостаточно Зная Афаиде Я так и считаю Что не знаю А что нарушать закон И не повиноваться Тому, кто лучше меня Будь то Бог Или человек Нехорошо и постудно Это я знаю Достаточно Сократ Знает Только то Что он ничего не знает Но он знает Больше, чем все остальные Потому что Все остальные Не знают Даже этого Никто Не обладает Знанием Но если Знание Это добродетель А добродетели Есть здоровье души То Все больны Конечно А почему Возникает Аид Ну потому что Речь идет Сейчас О наказании После смерти Уже А почему Именно Аид А не Алимп Нет Почему Души людей Отправляются в Аид Они в Алимп Именно Алимп Не отправляются На Алимп Отправляются души героев Гелакл Душа Причем Душа Гелакл Как мы увидим В дальнейшем Душа Гелакл А в Аиде Сам Гелакл На Алимпе Все больны Включая Самого Сократа Где найти Этому доказательство Очень просто Он сам это говорит Он сам это говорит Да Да Но где он это говорит В своей Защитной Нет Он говорит Это в Федоне 118А Сократ Сократ сперва ходил Потом сказал Что многие тяжелеют Лег на спину Так и делал тот человек Когда Сократ лег Он ощупил Сушни Голи Спустя Немного еще раз Потом сильно стеснул На ступню Спросил Чувствует ли он Сократ отвечал Что нет После этого Он снова ощупил Неугольник И понемногу Ведя руку вверх Показывал нам Как тело станет И кочнее Наконец прикоснулся К последний раз И сказал Что когда холод Подступит к сердцу Он отойдет Холод добрался Уже до живота И тут Сократ раскрылся Он лежал Закутывшись И сказал Это были его последние слова Критон Мы должны Асклепить петуха Достаточно Вы уже знаете Что такое Асклепий И знаете Что такое Должно петуха Жертвоприношение Асклепию Приносится Тогда Когда человек Выздоравливает Философия Это искусство Умирать Это искусство Излечиваться Если Вы больны При жизни То смерть Означает Выздоровление Отсутствие болезни Мертвые Точно не больны Все Развращены Все участники Этого диалога Развращены И товарищ И алкивиат И гиппократ И сократ И протагор Знания Как говорит Сократ гиппократу Развращают Но при этом Он квалифицирует Если только Это неправильные знания Плохие знания Но хороших знаний Как мы видим Из апологии Не существует Врачевание души Невозможно Если только Это врачевание Не связано Со смертью Либо Не связано С ложью Понимаете Да Нет Хорошо Сократ говорит Гиппократу Знания Спасают От развращения Никто Не может Ничего знать Следовательно Знания Не спасают От развращения Что спасает От развращения Философа От развращения Спасает смерть Философия Искусство Умирать Но гиппократ Не философ Поэтому фраза Смерть Спасет тебя От развращения Не вызовет У него восторгов Следовательно От развращения Спасают Не знания А правильные Мнения Например Мнение Что знание Спасает От развращения Хотя Это не так Он просто Под него От всех Не под Под всех Потому что Все Таким образом Философия Оказывается Ложью По отношению Ко всем Остальным То есть Внушение Правильных Мнений Проблема С правильными Мнениями Правильными В кавычках Вы можете Найти отличный Термин В государстве Который Активно Обсуждается Там Благородная Ложь Проблема Заключается В том Что правильная Или благородная Ложь То есть Ложь Идущая Во спасение Души Слэш В предотвращение Развращение Которое На самом деле Невозможно Напоминаю вам Это ложь И есть Развращение С точки зрения Людей Которые В нее Не верят Что это за Люди Которые Не верят Будто Красота Телесная Совпадает С красотой Души Или с мудростью Какие как Друг Друг как раз Так и верят Отлично Какие люди Общаются С Сократом Правильно Следовательно Какие люди Не верят Акции Конечно В чем же Тогда состоит Развращение Возвращаемся В апологию 23 ЦЕ Вот чем я занимался Поэтому Не было у меня Достойно заниматься Каким-нибудь Достойным Ипоминанием Достойным Ипоминанием Делом Общественным Или домашним Так я и дошел До крайней девости И заслужения Волу Кроме того Следующие за мной По собственному А почему молодые люди Те у кого вдоволь Досуга Самые богатые Пряжут Да, заметьте Он подчеркивает Самые богатые Те у кого вдоволь Досуга Рады бывают Послушать Как я испытываю Людей И часто Подражают Подражают Мне сами Принимаясь Испытывать других И я полагаю Они в избытке Находят людей Которые думают Будто они что-то знают А на деле Знают мало Или вовсе ничего Вот этого те Кого они испытывают Все отец Не на самих себя А на меня И говорят Что есть какой-то Сократ Небуднейший человек Который портит молодежь Который портит Молодежь Конечно же В этом и состоит Развращение В том Что Сократ Учит молодежь Новым Правильным мнением Но эти правильные мнения Противостоят Старому Мнением Прошлого Консервативным мнением В частности Консервативному мнению О том Что телесная красота И мудрость Не совпадают Ни одним местом Они являются Одним и тем же Они могут совпадать В редких случаях Но в редчайших Я бы даже сказал Но в общем и целом Это не одно и то же Это люди Которые не верят Что душа Важнее тела Тут же В апологии Сократ нам скажет Что он удивлен Что есть люди Которые о богатстве Заботятся больше Чем о душе Потому что это люди Старого склада Которые точно понимают Что богатство Имеет значение А душа нет Но Сократ не ищет Что же он еще Может им сказать Если он признает Что богатство Имеет значение Кто станет его слушать Поэтому он говорит Что богатство Не имеет значения Точно так же Как значение Не имеет честолюбия И честь Или телесная красота Хорошо Теперь мы ближе К пониманию того Что такое Разрешение Хорошо Нет никаких Фактусов Смотрите Философия Возникает Из радикального Недовольства Миром Логика очень простая Мир несовершенен Следовательно Он не божественен Следовательно Он нуждается В исправлении У Сократа Огромное количество Поводов Быть недовольным Этим миром Потому что В этом мире Он родился Нищим Уродливым Стариком Неблагородным Да Конечно Он недоволен И то Что он пытается Сделать Показывает нам Что повод Для недовольства Огромный Хорошо Развращение Есть часть Лечения От развращения Проблема заключается В том Что Клин клином Тут не вышибают Что Развращается Огромное Старые порядки Которые Развращаются Уже Сами по себе Но Его Лекарство Оно тоже Не работает То что он Предлагает Опора На разум Бесконечная Опора На разум Полная Опора На разум Не работает Потому что Разум Не дает Ничего Лучшее Знание На которое Оказывается Способен Философ Параксиланс Сократ Это знание О том Что он Ничего Не знает Но Молодежь Не может Знать Этого Не должна Знать Этого Потому что Среди них Не все Философы Потому что Среди них Нельзя сказать Что Философия Это искусство Умирает Что единственный Способ Это умереть Единственный Способ Излечиться Это умереть Это Не позитивный Подход Неприемлемый Молодыми Людьми Конечно Но Приемлемый Молодыми Людьми Определён Склад Просто Он это Сказал Не все Могут Знать Потому что Знания Нет И он Предложил Какую-то Конечно Благородная Ложь Правильное Мнение То есть Это не Знание А правильное Мнение Мнение Всегда Противостоит Знанию Они Являются Оппозицией Вопросы Какие-нибудь Есть Замечания Реплики Ну Хорошо Спросите Любого Человека Что важнее Душа Летела То есть Это Успех Это Абсолютно Мы Смотрим Например Философии Как Абсолютного Успеха Две с половиной Тысячи Лет Назад Сократ Убедил Десять Молодых Людей Что То Что Он Говорит Правда Да Да То есть Христианская Религия Она На это Именно И опиралась Мы обсуждали Это Когда говорили О Слойках Моплатониках Конечно Конечно И мы До сих пор Находимся Внутри Этой Парадигмы Поэтому Отрицать Влияние Платона Очень сложно Ну Или Если хотите Влияние Сократ Да Конечно Для Молодежи Важнее Мнение То есть Мнение Существует Только Мнение Существует Только Мнение Но Для них Это Трансирует Свои Знания Сократ Да Но Если Это Мнение То Они Могут Меняться Значит Знания Тоже Могут Меняться Ну Вот Знания Да Конечно Конечно Абсолютно Правы Именно Поэтому Сократ Каждому Может Говорить Все Что Угодно Именно Поэтому Он Каждому Говорит Разные Вещи Старому Другу Критону Он Говорит Одно Молодому Другу Гиппократу Говорит Абсолютно Другое Потому Что Правильные Мнения Для Критона Которые Помогут Ему В жизни Помогут Ему В жизни С точки Извлечат Его И Правильные Мнения Для Гиппократа Это Разные Правильные Мнения Возьмите Пример Из Государства Религия Насаждаемая В Государстве Она Ведь Насаждается Кем С точки Знания С точки Звания Сократа Нет Именно Поэтому Философия Это Не Нахождение Знания А Поиск Знания А А А А Сократа Что это Такое Это Не То Знание Литовики А Хорошо Помните Сократ В Апологии Говорит А вот Эти Мужчины Отцы Они Что-то Знали Ребята Работающие Лучным Трудом Они Знают Как Работает Лучный Труд Но Сократ Не Обращен К Ручному Трудом Сократ Обращен К Человеку Как Таковому Это Знание О Человеке Да Это Знание Это Знание Если Мы Верим Сократу Который Говорит Это На Публику Все Общую Но Это Все Что Знает Сократ Да Нет Это Знание Но Знание Очень Особого Рода Которое Произносится Только Апологии И Заметьте, опять же, апология – это публичная речь, призвана с определенными целями. И если мы принимаем предпосылку, что Сократ никому не говорит одного и того, и что его речь зависит от того, кому он обращается, мы всегда должны учитывать, что апология – это речь обращенная ко всему. Философия призвана исправить мир путем… Все, убить. Нет, все. Путем обмана, да, путем развращения, конечно. Именно поэтому проект Сократа мы можем считать немножко провальным, потому что спасение от возвращения путем развращения – это не совсем то, как бороться с дискриминацией с помощью дискриминации. Как получается, смерть – это освобождение от болезни? Смерть – это освобождение от болезни. Да, да, да. А возвращение? Это и есть сама болезнь. Незнание, то есть? Незнание, да, да. Смотрите, смерть… Почему смерть излечивает от болезни? Потому что болезнь исчезает. Это не значит, что человек становится здоровым. Это такая обманка зрения, да? Но болезни больше нет. Поэтому он излечивается. Именно поэтому не существует учителей гимнастики души. Потому что нет здоровых душ. Ну, то есть, они как бы есть, но они как бы воины. Там гимнасты не особо уже нужны. А в чем смысл, когда менять это мнение? Правильно. Это первый ответ, да. И он кажется таким самым очевидным. Философия рождается из недовольства к существующим мирам. Она пытается исправить этот мир. Но, смотрите, это недовольство, то есть оно вызвано случайно? Нет, оно вызвано самой природой мира. Сократ ищет знания и не находит его. Поэтому философия остается навсегда поиском знания. Она не становится в этом смысле наукой. И не находит его. Он рождается в несовершенном мире. В мире, в котором таким, как он, нет места. Помните, да? Какое место занимает философ в разговоре с товарищем? Раба. Естественно, это вызывает недовольство. Это радикальное недовольство заставляет Сократа исправить мир. Но он не может исправить его с помощью знания. Он исправляет мир с помощью правильного мнения. С помощью благородной лжи. Именно поэтому он не идет к отцам, не идет в политику и так далее. Он идет к молодежи. Потому что у молодежи есть будущее. И именно поэтому мы говорим, что он развращает молодежь. Потому что он захватывает будущее. Исправление мира подразумевает, что тот старый мир, в котором живут отцы, он должен быть уничтожен. На его месте должен быть воздвигнут новый мир. С правильными мнениями. Мнениями, заложенными в голову. А? Конечно, конечно. Мнениями, заложенными в голову молодежи. В чем состоит из мнений мир? В частности, в том, что юноши начали принимать Сократа. Привичный мужчина, кривичный мужчина не может общаться. Значит, богатый, родовитый, красивый мужчина не может общаться с уродливым, нищим, неродовитым. Это невозможно. Вы проходите мимо таких, такого рода людей. Ну, даже сейчас. Они обычно сидят в протянутой рукой. Вы даже не смотрите на них. Порой вы отворачиваетесь. Большую часть вы даже не смотрите на них. И тут один из них подбегает к вам. И не просто очаровывает вас, а заставляет вас за ним ходить. Посмотрите, как меняется его роль в мире. Помните, чем заканчивается охота на Алкибяда? Алкибяда, признается, я пытался его соблазнить. Безуспешно, конечно. Мы вместе легли в постель. Но он не взял меня. Я поэтому еще больше его привил. Но я, мне кажется, немножко отвлекся. Еще вопросы есть? А коммунисты не использовали идею? Не-не-не, это классическая идея. Классическая идея. Что вы дойдете, мы дойдем до этого, на каком-то курсе далеком. И я ткну пальцы в щеке, которые прямо скажут. Великий Созидатель – это Великий Разрушитель. По-другому не бывает. То есть, больные души не разращены. Да, конечно. Но Сократ, опять же, он не считает, ну, как он говорил, он не считает, что все были разращены, а только те, с кем он общался. Почему нет? Все разращены. Еще раз. Он пошел к политикам, пошел к поэтам, пошел к отцам. Они все ничего не знают. Если они ничего не знают, значит, они все больные, все разращены. То есть, а как можно разратить того, кто уже разращен? Вот. Правильно. Можно разратить того, кто уже разращен, только с точки зрения того, кто находится в этом разращении. Понимаете, о чем я? Еще больше. Нет-нет-нет, не еще больше. В другую сторону. Давайте, давайте мы попробуем. Вы открываете, чтобы мы не были голосовными, вы открываете терапедию ксенофонта. Кир спросил Тиграна. Скажи, куда делался человек, бывший вместе с нами на охоте? Итак, царь Кир, старший Кир великий, находится в гостях в Армении у армянского царя и его сына Тиграна. Будущего армянского царя. Еще раз. Куда же делался человек, бывший вместе с нами на охоте? Бывший вместе с нами на охоте. Помните, да? Быть вместе. Которым, как мне казалось, тогда ты особенно восхищался. Его казнил присутствующий здесь мой родитель, ответил Тигран, показывая на он сам. За какое преступление? Отец заявил, что этот человек меня развращает. Ага. В действительности же он оказался настолько благородным и доблестным мужем, что накануне казни призвал меня и сказал. Тигран, не вне висимо своего отца за то, что он приказал мне казнить. Он делает это не по злому минуцу против тебя, а по неведению. По сутке, которые люди совершают неведение, я считаю непредумышленными преступлениями. Заметьте, сколько сходств между Сокватом и этим прекрасным садатником Тигран. Жаль этого мужа, сказал Тигран. Услышав эти слова, старая мнение обратилась к Тиру. Скажи, Тир, разве мужчина заставил свою жену любовника? Бывает ли вы только за то, что тот толкнул его жену на безрассудный поступок? Разве в действительности причиной убийства не является чувство, что он законный муж, обборованный, что чужой человек воспользовался любовью принадлежащей ему жены? Ведь именно за это мужчины расправляются с любовниками своих жен, как с врагами. Так и я проникся нервностью к этому человеку, сумевшему, как мне показалось, внушить моему сыну любовь к себе более сильную, чем та, которую Тигран испытывал ко мне. Ты, Тайернанский, совершил свойственную, видимо, ошибку, сказал Тир. Но ты, Тигран, все же прости своего. Достаточно. Отцы не могут бороться с разозвращением, потому что они разозвращены. Но отцы могут бороться с Сократом, потому что Сократ отнимает любовь их сыновей. Они борются с разозвращением неосознательно, неосознанно. Они борются с разозвращением, потому что то, что делает Сократ, отнимает у них их сыновей. Что делает Сократ? Возвращаемся к апологии. Сократ испытывает людей, и молодые люди пытаются подражать Сократу. Кого в первую очередь они испытывают, эти молодые люди? Конечно, вспоминайте Стрипсяда и Филиппида. Как Филиппид доказывает Стрипсяду, что бить отца – это можно. И нормально. Это вызывает ревность. Именно эта причина, по которой отцы обращаются против Сократа. Ведь сыновья сами любят Сократу. Конечно, об этом Сократ и говорит. Но мы-то знаем, что это неправда. Мы знаем, что это неправда почему? Из-за долгой 20-летней охоты на Алкивиада. Он все время там, он все время рядочком смотрит, как бинокль издалека подглядывает, как Алкивиад резвится на детской площадочке, там в школу ходит. А Алкивиада – это отец был Перикол? Нет, нет. Отец Алкивиада – Клиний. Он просто умер, и Перикол стал его опекуном. Об этом мы поговорим чуть позже. Еще вопрос. Мне вопрос то, что вы тоже не всегда так охотили Сократу на Алкивиаду. Ее можно считать успешной, только потому, что Алкивиад сам признается того, что он добивался в обществе Сократа. Да, да, да. В финале. То есть смотрите, четыре диалога образуют арку Алкивиада. Протагон, Алкивиад первый, Алкивиад второй – пир. В Алкивиаде первом мы узнаем, в протагоне мы узнаем, что Сократ охотится за Алкивиадом. В Алкивиаде первом мы узнаем, что эта охота уже очень идет давно. В пире мы узнаем, что эта Алкивиад на самом деле охотится за Сократом. И что эта охота безуспешна. Со стороны Алкивиада. Да. То есть охота Сократа увенчивается полным успехом. Он совращает юного Алкивиада. Почему Алкивиада? Вот. Почему Алкивиада? Подождите. Был какой-то другой человек. Как его зовут? Платон его зовут, конечно. Я обращаю ваше внимание на Алкивиада, но я ведь могу обратить ваше внимание и на Крытия. Идет 30 тиранов. Человек, сменивший власть в Афинах. Кто его учитель? Сократ. Причем из Хармида мы узнаем, есть возможность предположить, что Крытия – это единственный человек, которого Сократ учил как своего ученика, как философа. То есть Платон о себе вообще ничего не говорит, Платон оставляем за скобках. Единственный, кого Сократ учит философии – это Крытия. Он и тут будет, и даже кое-что скажет, если вы помните. Хорошо. Еще что-нибудь? Что же мы тогда должны вернуться к нашим замечаниям, к нашему тексту, точнее? Прошу. Так вот, если ты точно знаешь, что здесь полезно, а что нет, тогда тебе не опасно приобретать знания и протоколы, у кого бы то ни было другого. Ага, то есть если ты сам обладаешь знанием, то знания становятся безопасными. Гиппократ не обладает никаким знанием, он некомпетентен. Поэтому, как некомпетентный, он не может выбирать, что можно есть, а чего есть нельзя. Рядом с ним всегда должен быть компетентный человек. Этим компетентным человеком окажется Сократ. Если же нет, то смотри, друг мой, как бы не проиграть самого, самого для себя, дорогого. Для тебя. Для тебя, дорогого. Дорого. Да. То есть Сократ продолжает напирать на то, что душа – это самое важное. Потому что ведь гораздо больше риска в приобретении знаний, чем в покупке съестного. Съестное – это ведь и напитки. Купив их у торговца или разносчика, ты можешь унести в сосуды. Достаточно. О чем шла речь до этого? Торгуют телесную пищу. А теперь появляются напитки. Правильно. Почему появляются напитки? Потому что то, чем торгует Купив, похоже на напитки. Купив спаивает людей. О том, что речь способна спаивать, вы узнаете из законов, когда афинянин, критянин и спартанец идут вместе. Они уже старики. И для того, чтобы их совратить, афинянин не может использовать ни женщин, ни вино, зато может использовать разговоры о вине. И эти разговоры о вине делают их более мужественными, более способными на какие-то интересные или неподвиженные поступки. Ну, как и вино, на самом деле. Съестное – это ведь и напитки. Купив их у торговца или разносчика, ты можешь унести в сосуды. И прежде чем принять свое тело в виде еды или питья, их можно хранить дома и посоветоваться, признавши знающего человека, что следует есть или пить, и чего не следует, а также сколько и в какое время. Да, вот это важное различие между едой и питьем, и телесным, и душевным. У вас нет никакого выбора. Развращение проникает сходу. Нельзя унести знания в отдельном сосуде и принимать потом по чуть-чуть. Мы останавливаемся и говорим с вами «нет, на самом деле можно». В каком виде? Конечно. В том виде, в котором мы его употребляем. Консервированное знание. Но гиппокрот об этом не должен знать. При такой покупке риск невелик. Знание же нельзя унести в сосуде, а по неволе придется уплатить цену, принять их в свою собственную душу и научившись чему-нибудь уйти либо с ущербом для себя, либо с пользой. Это мы рассмотрим вместе с теми, кто нас постарше, потому что мы еще молоды. Это говорит Сократ? Да, нет, он еще молодой в этом диалоге. Чтобы разобраться в таком деле. Чтобы разобраться в таком деле. Чему-нибудь научившись, сейчас я скажу, чему-нибудь научившись у этого мужа, конечно, переводчик почему-то выбирает, а в тексте это есть. То есть чему-нибудь научившись у Протагора. Это мы с тобой рассмотрим. То есть мы попробуем заставить принять это знание, которым торгует Протагор, многих людей, вместе с теми, кто нас постарше. Потому что и Продик, и Гиппи, они, Гиппи не знают, Продик точно постарше будет, чем Сократ. И снова заметьте, мы, 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 мы. Гиппократ явно моложе Сократа, но они оба, мы оба еще молоды, чтобы разобраться в этом деле. И пойдем, как мы собирались, и послушаем того человека, послушавши же его, и с другими беседуем. Протагор ведь там не один. Помните, слушал, потом говорил сам. Помните, что он говорит товарищу? Главное, то же самое. Сначала послушаем, а потом побеседуем. С ним и Гиппи элитский, и думал про Депески, и много других мудрецов. Остановимся. Сократ точно знает, что там есть Гиппи. То есть Сократ точно в курсе философской жизни Афины. Он знает, когда приехал Протагор, где Протагор находится, где находится Гиппи. Но он не знает, где находится Продик. Он не в курсе передвижения Продика. Продик более секретен, чем Гиппи и Протагор. И потому Продик Сократу больше по кузу, чем Гиппи и Протагор. Можно еще? Да, конечно. Также, когда я перед Протагору Продик будет сидеть? Да, сейчас до этого, да-да-да. И дальше дойдем. Да-да-да. Ты можешь с этой Продикой сидеть? Да, конечно, конечно, конечно. Эта деталь будет очень важна. Решив так, мы отправились. Достаточно. Да еще и много других мудрецов. Смотрите, они не решают, нужно ли учиться у Протагора или не нужно. Сократ говорит, мы слишком молоды. Они решают пойти к старикам, но не просто к старикам, не к отцам, а к софистам. Если Сократ ведет Гиппократа к софистам, к софистам, с какой целью он может это сделать? Учитывая, что они идут туда выяснить как бы правду, что за знание продает Протагор. Что собирается сделать Сократ с этими софистами? Доказать, что они разные. Что они разные. Ну, они, ну так понятно, что они разные. Собирается натравить их друг на друга. Пусть старики обсуждают между собой, то есть софисты, вернули то знание, которое предлагает Протагор. Тем самым Сократ успокаивает Гиппократа. Мы посидим и посмотрим, как эти продажные учителя будут друг с другом спорить за твои деньги. Ну, конкуренция, это ведь так называется. При штатах мы отправили. Когда же мы очутились у дверей, то приостановились беседы о том, что пришло нам в голову дороги. Что пришло нам в голову дороги, да, да. Это важная параллель с пиром, о котором мы должны будем поговорить. Это пир 175C. Сократ говорит товарищу и показывает товарищу, что философия доступна всегда. Открыта всегда. Для всех. В пире мы видим обратную картину. Аристодем приходит в дом вместе с Сократом к Агафону. Но прямо после того, как они заходят в ворота, они разделяются. Сократ не идет к общей компании. Агафон не понимает, молодой Агафон не понимает, что происходит. Он говорит, скажи слуге, чтобы он позвал Сократа. Сократ, видимо, заблудился где-то. Раб обнул ему ноги, чтобы он мог подлечь. А другой раз тем временем вернулся и выложил. Сократ, мол, повернул назад и теперь стоит с мяса сидим в дом, а на золхоте отказывает. Сократ вышел из этого дома и ушел аж в соседний и отказывается пойти. Есть, есть, сейчас, сейчас. Что за взор ты несешь, сказал Агафон? Позвали его понаслойчиво. Агафон, как будучи самым молодым из присутствующих, вообще ничего не понимает, что происходит. Он пришел уже, пришел с Алексимахом. Все знают, что он приглашен. Почему он ушел, зайдя в дом? Тут мешался Аристодем. Не нужно, сказал он, а так что он в покое? Такая уж у него привычка. Отойдет куда-нибудь в сторонку и встанет там. Я думаю, он скоро явится, не надо только его трогать. Ну что ж, пусть будет подвольна, сказал Агафон. А нас всех остальных в услуги, пожалуйста, угощайте. Подавайте нам все, что пожелаете, ведь никаких насмотрщиков я никогда вами не ставит. Считайте, что и я и все остальные приглашены вами на обед и угрожайте нас так, чтобы мы не могли на вас нахвалиться. Затем они начали ужинать, а Сократ все не... Время идет, а Сократ все еще недоступен. А Аристодем не знает причин этого? Нет. Аристодем тоже молодой, они просто вместе пришли. А Агафон не раз прорывался по осланию. И Агафон все еще настойчив, хотя Аристодем ему уже объяснил, что так не надо делать. А Аристодем этому противился. Наконец, Сократ все-таки явился. Достаточно. Сократ на самом деле доступен не всегда. Философия на самом деле доступна открыта не всегда. несмотря на то, в чем Сократ пытается убедить товарища. Философия и софистика совпадают в том, что они не всегда доступны. Есть такие моменты, когда Сократ должен быть один, когда к Сократу не должно быть доступа, когда к Сократу нет доступа. Хорошо. Возвращаемся обратно. Да, конечно. Я думаю, что софистика это на руках как бы группы прошлого поколения стариков, а философия это на руках есть только один философ. Это же не целое поколение. Сократ это аномалия. Видите, все до этого софисты, они все иностранцы, они все пришлые, они все работают за деньги. Сократ не пришлый, он не работает за деньги. Хотя мы знаем, как он получает деньги. Это отличие. Сократ это нечто новое. Давайте так, по крайней мере, сам себя он пытается объявить новым. Возможно, да, но вы же знаете из-за Стофана, что он был софистом. Это же мутация. Сложно сказать, но смотрите, Сократ говорит, я философ, потому что не обращаюсь, ну как нам обычно говорят, Сократ философ, потому что он обращается к человеку, противопоставление над философом, но софисты обращены к человеку. Сам Сократ себя отделяет от софистов не тем, что он обращен к человеку, а тем, что он не берет денег и является местным. То есть он заявляет, что философия, в отличие от софистики, может быть патриотичной, может стоять на службе города. Софистика не может стоять на службе города. При любой опасности софист просто уходит. Философу некуда уйти, об этом он говорит Критону, и потому философ и город связаны напрямую. Даже если город является врагом философа, это мы узнаем прямо из-за пологии. Помните, он говорит, я как солдат, враги меня взяли в плен, я не буду сдаваться, я здесь и умру. То же самое касается и денег. Почему деньги и патриотизм связаны напрямую? Потому что патриотом может быть только гражданин, а гражданин не может, должен быть свободным, то есть не может не иметь свободного времени. Но зарабатывание денег лишает вас свободного времени, лишает вас досуга. Философия и досуг связаны напрямую, поэтому философия и деньги, зарабатывание денег не могут быть связаны между собой. Понятно, что Сокрам говорит собранию и судьям, что он не берет денег, потому что он честный и прекрасный человек, потому что он свободный человек. Но мы понимаем, что философия невозможна без досуга. Смотрите, софисты занимаются преподаванием, философия не занимается преподаванием. Поэтому философия есть в свободное время, у софистики его нет. Более того, софист, как и любой другой продавец, должен быть доступен, более доступен, чем философ. Потому что он не может отказать никому, у кого есть деньги. Философ может отказать любому. Именно потому, что нет никакого лычага. То есть философ свободен? С одной стороны, более свободен, с другой стороны, менее свободен. Он не может убежать из гор. Да, да, да. Он патриот. Он местный. А вот в Пире, когда он ушел, он показал, что философия, то, что мы сказали? Да, да, да. Ну, это же зеркальные идеологии. То есть мы можем предполагать, но мы не предполагаем, мы говорим прямо. Философ и философия, соответственно, не всегда доступны. То есть, конечно, другу он показывает, товарищам показывают, что Гиппократ ночью ко мне пришел. Но здесь не ночь, здесь только вечер. И он уже недоступен. Недоступен потому, что занят досугом, занят философией. Ну? Лишь и так мы отправились. Когда же мы очистились у дверей, то приостановили беседу о том, что пришла на пользу дороги. Даже здесь Сократ показывает, что философия не всегда доступна. Он не говорит товарищу то, о чем они беседуют. Казалось бы, он показал товарищу их беседу прямо у постели. Показал их беседу внутри дома, когда они прохаживаются по двору ночью. Но в этом конкретном случае он не говорит, о чем пришла беседа. А это важно, и вот почему. Чтобы не бросать этот разговор и покончить с ним прежде, чем войти, мы так и беседовали стоя у дверей, пока не согласились друг с другом. И, видимо, превратник какой-то явно подслушивал нас, а ему, должно быть, из-за множества софистов опротивили посетителя этого дома. Когда мы посвящали дверь, он, отворивший, увидел нас воскликнув. Опять софисты какие-то, ему неопоград. И сейчас же обеими руками схватился за дверь. Терстак захлопнули язык. Достаточно. То, о чем они говорят, заставляет даже Евнуха подумать, что они софисты. Именно поэтому Сократ не говорит, о чем они говорят. Он бы сказал, что они не софисты. Нет, нет, нет. Евнуху показалось, что предмет их обсуждения – это софистический предмет. Что бы они ни обсуждали, это обсуждение заставляет их в глазах человека, не знакомо с философией какого-то Евнуха, быть похожими на софистов. Город и простые люди плохо отличают философов от софистов. Практически не отличают. Следующее замечание. Конечно, какой-то Евнух. Мы уже говорили о калии и разврате. Наконец, нам следует понять, что Евнух этот злой. Он не любит софистов. Более того, этот Евнух более мужественен, чем Сократ. Потому что он просто захлопывал гель и говорит, идите отсюда. Я напоминаю вам, кто такой Евнух. Евнух – это человек лишенный мужественности по определению. Более того, этот Евнух, раз он мужественный, он неправильный Евнух. Так ведь, Боряков? Развращенный. Уже, даже Евнухи уже развращены. Не то, что рабы, а даже Евнухи какие-то неправильные в этом городе. Ну да, он же софистами все время имеет дело. Да, да. Но он неправильный не в том, что он софистами все время имеет дело, а в том, что он мужественным стал из-за этого. Так вообще же развращены. Конечно, но уровень развращения достиг уже не только социальной верхушки, но и социального дна, куда ниже Евнуха. Даже раб выше, чем Евнуха. Но даже Евнух уже развращен. То есть город развращен целиком и полностью. Нет тех, кто не был бы развращен. Да, мы постучали опять. Хотя могли бы развернуться и уйти. Но Сократ знает, зачем. Мы знаем, зачем туда идет Сократ. И Сократ не может развернуться и уйти. И смотрите, оба раза мы постучали в дверь. Мы опять постучали. Помните, кто стучал до этого? Гиппократ, да. Гиппократ до этого. То есть, смотрите, Гиппократ хотел попасть к Сократу. И он стучит. Теперь они стучат вдвоем. Следовательно, они оба хотят туда попасть. Успокойся. Мы пришли, потому что нам надо видеть протоколы. Заметьте, Евнух отказывает им дважды. Это настолько мужественный Евнух. Он не останавливается ни перед чем. Извините, вопрос не выразить. Вам еще не откроют, если не хочется. В том-то и дело, что по идее, как раб, он не может таких вещей решать. Но это неправильный раб. Это неправильный раб. Конечно. Смотрите, это и неправильный Евнух, и неправильно развращенный Евнух. Развращенный раб. Да? Да. Но дело другое. Доступ к софистам закрыт. Евнух отказывает им дважды. И Евнух стоит привратником. Кто привратник Аида? Хорон. Цербер. А, Цербер. Цербер. Хорон – это тот, кто вас перевозит через речку. Нет. Привратник – это тот, кто вас не пускает. Или тот, кто вас везет за денежку. Какая аналогия с Цербером? Цербер – это злая собака, которая пытается не пустить вас. То есть это все больше и больше начинает походить на Аид. Но сейчас Сократ заговорит, и это вообще будет Аид. Доложи ему анонс. Человек на силу отворил нам дверь. Когда мы вошли, то застали протоколы прохаживающимся в портике. А с ним прохаживались по одной стороне калий с ангипоника, его единоутробный брат Парал, Сентеикова, и хормить сыну Баккона. Ну, заметьте, что давайте сразу. Калий с ангипоника – это возвращенный наш... Да. А почему я не включил? То есть когда лично он срочил? На силу открыл нам дверь. Они приложили усилия. Они оба хотят там оказаться. Платон показывает, философия доступна не всегда. Евнух неправильный. Это вход в Аид. Но этого достаточно. Ну, или, по крайней мере, Платону показалось достаточно. По одну сторону – это важно. Протокол идет как клином, как стаи гусиной. Сократ скажет, как хором. Это не важно. По одну сторону от него идет Калий, сын гипоника. Его родной брат, единоутробный брат Параул. То есть единоутробный – это брат от другого отца. Сын Пеликла. Хранит сын. По одну сторону. Второй сын Пеликла – Ксанти. И Филиппит – сын Филомена. И Антимир Мюнвейц. Он знаменитый из учеников протокола, обучающийся, чтобы стать софистом в время слоя. Вы понимаете теперь, какая разница между двумя этими сторонами? Антимир все поясняет? Тоже… По одну сторону идут те, кто хотят научиться софистике, то есть стать софистами самостоятельно, а по другому – те, кто хотят научиться риторике. То есть не стать софистами, а как в случае с Гиппократом – просто для саморазвития. Или другой подход. По одну сторону идут те, с кем протокола общается серьезно, а по другую – те, с кем не серьезно. Естественно, самый знаменитый ученик, самый знаменитый из учеников протокола… Есть ли другие ученики протокола, о которых мы знаем? Потому что об этом мы ничего не знаем. Евтидем и Дианис Адор. Диалог Евтидем. Евтидем – это тоже перформативный диалог, превращающийся в негативный. В Евтидеме тоже Сократ беседует с товарищем, этот товарищ Критон. В Евтидеме тоже рассказ происходит буквально сразу же после того, как заканчивается сам диалог с Евтидемом и Дианис Адором. Евтидем и Дианис Адор – тоже софисты. Разговор тоже начинается из-за молодого человека к линии, только это не тот к линии, который брат Алкивиада, а тот к линии, который двоюродный брат Алкивиада. Диалог Евтидем тоже кажется забавным. Софисты в нем тоже кажутся забавными, как и здесь. Но есть большая разница. Диалог Евтидем заканчивается поражением Сократа. Поражением, причем не просто поражением, а поражением и признанием Сократа, значит, что надо убежать учиться у Евтидема и Дениссадора. Евтидема и Дениссадора заставляют признать Сократа, что он имеет богов. То, что он обладает богами. Иными словами, то, что он испоряжается имя как имущество. Публично заставляет признать Сократа путем, естественно, диалектики. Что не происходит? Сейчас будет, сейчас появится. Нет, это его ученики. Смотрите, все софисты действуют по-разному. Гиппи сидит на лавочке и тыкает пальцем в небо. Протогон важно прохаживается туда-сюда. Родик прячется под одеялами в какой-то беседке. Те же, что за ним исследовали позади и прислушивались к разговору, большей частью были, по-видимому, чужие. Да, то есть есть одна группа, вторая группа и третья группа, которая вообще не интересна Сократу. Кого Протогон увлекает за собой из каждого города, где бы он ни бывал, завораживая их своим колесом, подобно Арфее? Угу, Сократ сравнивает Протогона с Арфеем. Помните миф об Арфее? У него же была Афина. И поэтому он Арфей. Это совсем интересно, да? С чем? С Сом. Нет. У Арфея умерла жена, и он спустился за ней в Аид. Он настолько очаровал музыкой Персифону, что она согласилась вернуть, уговорила Аида вернуть ему жену, но только в том случае, если он будет идти из Аида вверх, играя, она будет, ее душа будет идти за ним, но он не обернется. Но он обернулся, да. Важно что? Что история Арфея напрямым образом связана с Аидом. Кто идет за Арфеем? Его жена, как завороженная его музыкой. Что сделает Арфей? Обернется, и все разрушится. Он погубит свою жену. Да? То есть не достигнет того, чего хотел. Да, 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 да. Завороженные на его голос идут. Да, 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 да. В чем проблема Протогора? В том, что он обернется, он посмотрит на них. То есть он будет ориентироваться на них, а не на путь вперед, как Арфей. И это станет причиной его краха. Мы увидим, как это станет причиной его краха в дальнейшем. Но мы помним, на что ориентирован Протогор. Кто его аудитория? Смелые молодые люди, желающие получить власть. Он вынужден будет, позднее мы увидим это, отказываться от каких-то своих утверждений, зная, что эти утверждения оттолкнут от него смелых молодых людей. Поэтому он будет говорить, я согласен с тобой, Сократ, иначе я сумасшедший. Иначе и так далее. Ну, увидим. А они идут на его голос и вооруженные. Были и некоторые местные жители в этом хоре? Это важно. Следующее замечание, что это хор. Это важно почему? Потому что впоследствии Протогор скажет, что могущественные знают правду, а толпа им только подпевает, ничего не зная. Вот это подпевает в оригинале гюмносин. То есть подпевает в хоре. То есть Протогор в этом смысле копирует отношения толпы и могущественных людей. Глядя на этот хор, я особенно восхищался. Как они остерегались, чтобы ни в коем случае не оказались впереди Протогора. Всякий раз, когда тот со своими собеседниками поворачивал, эти слушатели стройные чинно расступались. И, смакая круг великолепными рядом, выстраивались позади его. Да. Ближний круг – дальний круг. Дальний круг даже не может зайти дальше, чем Протогор. А потом одного мужа зрел я, как говорит ГМС, гиппи и лицкого, сидевшего в противоположных портике на кресле. На кресле. Сократ называет нам свиту Протогора поименно. Сейчас Сократ назовет нам свиту Гиппи поименно. Сидевшего так. Вокруг него сидели на скамейках Эрикси Максин, Акумена, Федор Мейхинус Синдекс и Андронсин Андритиона. Достаточно. Эрикси Мах и Федор – это ребята, участвующие в ПИИ. Сколько людей назвал Сократ? Троих. У Протогора он назвал шестерых. Протогор имеет в два раза больше последователей, чем дни. И еще несколько чужеземцев, его соображен и другие. Остальные не имеют значения, только поименные. По-видимому, они разспрашивали Гиппи о природе и разных астрономических небесных явлениях. А он сидит в кресле, с каждым из них разбирал и обсуждал вопрос. Да, видите, он занимается, то есть Протогор занимается непонятно чем. Он ведет за собой людей. Но что он им говорит, не слышно. Гиппи занимается физикой. Физисом, исследованием природы. И, наконец, последнее. Так же и Тантала. Да его я тоже увидел. Ведь и Протик Кивоцкий прибыл сюда. Он занимал какое-то помещение, которое прежде служило гиппонику, к водовою. К водовою, ага. Теперь же за множеством постояльцев калий очистил его и сделал пристанищем для гостей. Протик был еще в постели, укрытый какими-то овчинами и покрывалами. А на одной из соседних с ним кровати расположился керамия с Повсанем. А с Повсанем какой-то мальчик. Безупречный, как я полагаю, по своим природным задаткам. А на вид очень красивый. И кто же этот мальчик? Кажется, я расслышала, что имя ему Агафон. Я бы не удивилась, если бы оказалось, что он любимый с Повсанем. Кроме этого мальчика, были тут и оба агеманта. Сын Кипида и сын Лип Калафида. И некоторые другие тоже были там. А о чем они разговаривали, этого я не мог издали разобрать, сколь и заживо слышать Протика, считая его человеком премудрым и божественным. Но из-за того, что его голос низок, только выбор раздавался по комнате, а слов его не вся было. Итак, сколько последователей именных сидят с Протиком? Тоже три. Повсаний, Агафон. Кроме этого мальчика, были еще оба агеманта. Четыре. Из этих четырех людей двое также присутствуют в Пиве. Отлично. Шесть, три, четыре. Это иерархи. Конечно, конечно. По крайней мере, иерархи популярности, как софистов. Более того, физика не так интересна приличным молодым людям. Заметьте, Сократ не слышит, что говорит Протагор, но он и не хочет это услышать. Сократ очень хочет услышать, что говорит Продик, но он не слышит. Потому что Продик обладает низким голосом и гудит что-то себе из-под этих самых шкур. Из всех троих софистов лишь Продик скрыт целиком. Протагор и Гиппи находятся на улице. Протагоры Гиппи открыты. Продика даже не видно. Не видно и не слышно. Ничего это не поминается от Антала. Да, сейчас до этого тоже дойдем. Следующий шаг. Продик – это единственный софист, которого Сократ называет божественным. И не просто называет божественным. Если вы откроете Минон 96С, вы увидите, что Сократ назовет Продика своим учителем. Продика софистов. Продик и Сократ исследуют близкие темы. Что есть нечто. Вы помните мои это абсолютно любые. Продик божественный. Продик максимально близок к Сократу. И главное, Сократ дает и Продику, и Гиппию определенные прозвища или определенные отсылки. Точно такие же, какую он дал Протагорову. Смотрите, Сократ приходит к Калию домой. Сократ приходит в Аид. В Аиде, естественно, расположены души. Мы видим душу Орфея, который не смог увезти свою жену. Кто же следующий? Прошу еще раз 315С. Потом он его мужа узрел. Он его мужа узрел. Это, конечно, цитата. Цитата из Одиссеи. 11.601. Одиссеи спускается в Аид. Помните такой отрывок из Одиссеи? Хорошо, вы помните такой отрывок из Одиссеи. Смотрите, Сократ снова сравнивает себя Одиссеи с Одиссеем. Это цитата из Одиссеи. Это произносит Одиссеи. Произносит по поводу кого? По поводу Геракла. Да. Он увидел там тень Геракла. Что объединяет Гиппия и Геракла? Гиппия и Геракла объединяет... Важно то, что Геракла рисотворяет. Что он рисотворяет? Что рисотворяет героизм? Да, да, понятно, мужество и гераклаизм. Давайте по-другому. Является ли частью силы сильного человека и мужества способность говорить правду? Почему нет? Мужественный человек – это тот, кто готов вам все сказать в лицо. Да, и это пократишь, он даже говорит, что вы думаете. Вот, 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 вот. Открываем Гиппия меньшего, 365-б. Сократ и Гиппий спорят по поводу того, кто лучше – Одиссей или Ахилл. Гумер заставляет. Гиппий спорят по поводу того, кто лучше – Одиссей или Ахилл. Сын благоравленного Эрта, лис хитроломный и ловкий, должен на речи твоей пленунги отказом ответить, что я мысли скажу, что совершить полагаю. И, тем не менее, брат Аида мне тот ненавистен, кто на сердце тает одно, говорит же другое. В самом деле есть, что он извещу, чему не миномо сбыться. Эти слова раскрывают характер каждого из лужей, а именно правдивость Ахилла и его прямоту, а с другой стороны – моногаритость и лжисть. Напоминаю, Сократ сравнивает себя с Одиссеем. Сократ принимает точку зрения Одиссея. Давайте, давайте. Ведь по Гомеру эти слова Ахилла направлены на пункт от Одиссея, Сократ. Вот теперь, Гиппи, я, кажется, понимаю, что ты говоришь. Ясно, что многолико вот это считаешь лживым, Гиппи, именно как Сократ. Как раз таким изобразил Одиссей и Гомера всюду, и в Алиаде, и в Одиссее. Значит, Гомера, видимо, представляется, что один кто-то бывает правдивым, другой уже лживым. А не так, чтобы один и тот же человек был прекрасен и лжив. Как же иначе, Сократ? А твое собственное мнение Гиппи такое же? Безусловно. Было бы странно, если бы оно оказалось сильным. Да, Гиппи выступает на стороне правды. В этом смысле он похож на Геракла. Но этого мало. И это не то, о чем нам следует говорить. Нам следует говорить, конечно же, о Продике, который дал характеристику Гераклу. Но сначала давайте забежим вперед, вы вернетесь назад и прочтете отрывок, посвященный Продику. Так же и Тантау. Да, и Его тоже. Да, это все еще слова из Одиссеи. Это все еще слова Одиссеи, находящегося в Аиде, обращенного к Тантау. Продик – это Тантау. Тантау – это мужчина. Кто такой Тантау, конечно? Вы меня уж сбиваете. Нет. Вы путаете его с Танасом, а Танаса путаете с Танатасом. Танатас – смерть. Вы присутствовали? Только Тантау. Да, Тантау – это мужчина, который некогда был с богами. Был с богами на Олимпе. Но он изгордился своей близостью с богами, и боги его наказали. Он стоит по грудь в воде, а прямо над ним свисают смоковницы к воды. Фиги, то есть по-русски говоря. Фиги же, да. Но он не может не схватить эту фигу, потому что как только он тянется вверх, они поднимаются выше, и он не может попить. Как только она пускается вниз, вода под ним исчезает. Это вечная пытка. Он хочет есть и пить, и это прямо перед ним находится и еда, и питье, но он не может ее достать. Продик. Соответственный божественный Продик, как Тантау, был вместе с богами. Божественный Продик находится на расстоянии вытянутой руки от того, чего он хочет, но не может этого достать. Заметьте, где оказывается божественный Продик? Прошу. Он занимал какое-то помещение, которое прежде служило в Японии, как кладовое. Кладовое. Что в кладовое находится? Еда. Но теперь ее там нет. Ее вынесли, чтобы туда можно было занести самого Продика. Мы должны поговорить о том, какую характеристику Гераклу дал Продик. Дал Продик, да. Соответственно, чтобы понять, как Геракл и добродетель, Геракл и правдивость соотносятся. Значит, есть время или мы можем остановиться? Я думаю, мы можем пока остановиться на этом. Если нет вопросов и замечаний, и реплик каких-то нет. Хорошо, тогда мы останавливаемся и в следующий раз начнем с чтения замечательного Продика.